всем привет дорогие наши друзья и зрители нашего канала самая раша всем привет сегодня у нас на ужин блинчики с творогом который приготовила настенька также у меня сметаночка у меня сгущеночка и чай с мятой и ромашкой не сгущенка и у нас тут грейпфрут еще поехали грейпфрут настенька сделала для красоты так ну что можно не акцентировать для чего его сделал почему-то просто грейпфрут так вот такие вот блинчики настенька сегодня приготовил если честно меня удивило настика не очень любит фаршированные блины готовить блины с творогом мы их подогреваем перед съемками очень вкусно ничего так блинчики то порог 9 процентный наш любимый вкусный творог какая красота блинчики я пекла на молоке детки уже покушали поэтому за дверью никто не стоит никто не подслушивает не подсматривает слюну никто не пускает а что все думают что у нас там дети за дверью стоят и ждут когда мы закончим что-то регулярно стала сюда окунаться рука будет продолжаться все видео возможно нет чесная четверг такая она жадина мне нравится когда вот их получается завернул 40 а потом еще подогрел как корочка образуется короче круто получается получается вкусно давно нас блинчиков фаршированных него это честно я и не помню ну что молодец у нас хвалю близится новость ну мы планируем новоселье кто еще не знает ну Денис планирует праздновать этот это событие грандиозное ну прям уж так и грандиозное если честно то я не хочу его праздновать вернее я бы его отпраздновал но не так быстро не так скоро это мое мнение акцентирую потому что только переехали только-только заехали только-только начали обустраиваться там все раскладывать я считаю что нужно подождать еще как-то самим обжиться скажем так с месяца два там с три а потом уже праздновать какие-то новоселья а то только заехал тут же давай толпище да ну какая толпище ну да хоть кто вообще не важно заваливаем на новоселье рано еще и праздновать блин ну попозже мне кажется я честно не понимаю я считаю я планирую новоселье но грубо говоря вот мы переезжаем и через две недели мы просто привязываем новоселье еще к некоторым датам и настя думаю что там за две недели она там не успеет чего-то там обжить я хочу адаптироваться к новым условиям спокойно а что там будет беспокойно 2 мое мнение это понятно но это всего лишь день один день придут в гости я уверена там еще не будет ничего нормально устроено обустроено надо обжиться это все мелочи настя кардинально расходится с твоим я думаю вообще вот если тебе заниматься организацией новоселья да 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 у нас его вообще не будет почему нибудь я же объяснила потому что у тебя всегда найдутся причины это будет как бы не даже не новоселье по которым пригласим гостей не захочешь их отмечать и со словами это мое мнение нет я здесь не согласна с тобой только тоже будет просто не новоселье так как пройдет уже достаточное количество времени там три месяца четыре просто пригласим людей в гости почему нет неважно как это называется новоселье там посидим посмотрим на нашу квартиру также они когда переехали вот кого мы хотим пригласить люди да добрые они нас тоже пригласили вообще через год через два посмотреть на их квартиру на их новое место но это сестра у дениса получат наверно так скоро нас никто не приглашал не было такого то они там сами обжились там пожили потом уже нас позвали они нас пригласили на новый год это даже не новоселье было то есть вообще не приглашали ну что вообще по факту зная настю и на они придут но наши гости придут один раз второй раз навряд ли уже опять же ты такой человек который но не очень любит гостей признайся почему они это почувствуют и не придут нет просто ты не захочешь я хочу найти только что объясню почему потому что ты не любишь гостей почему пригласим я не против значит пригласим ошибаешься здесь кстати ладно я не против гостей сколько у нас было гостей за последним этому приглашай кого хочешь я запрещаю что ну я вопрос задаю сколько у нас было гостей за последним здесь у нас очень гостей вход общем то что я вам и речь из потому что я запрещаю что я такая баба гром да причем тут баба гром гром не гром кстати были у нас гости какие гости на двушка были ну а семейка какая-то куча детей я за 10 лет тебе говорю ты что здесь 10 лет живешь были у нас на той квартире гости не раз и не два че тут чешешь кто их приглашал кажется кто и чё были же господин ну сейчас приедем приглашаю сейчас там хоть место побольше будет реальный но само собой на воде с водой надо ложь включать вообще не надо никого включать что за глупости нашли два блинчика съела на елась на счет чай заканчивается область я подарю тебя хоть пока есть мы все конечно не сидим да ну кударом так мы же приучаясь или попить а не объезд на все любит это упоминать в каждом видео абсолютно без исключения не реально раскрыть вот мы меньше всех едим среди другими есть там не будем упоминать их сколько развелось новых заходишь где выдаешься как грибы после дождя один за одним все хотят вкусно покушать конечно хотят кто не любит поесть там вообще классные блинчики да я вообще последний съем ну я еще съем конечно не могу отказываться я вот с мясом как-то не особо люблю самое любимое створогом давай с мясом сделаю потом давай ну конечно творога можно было и побольше положить мясо я просто боялась что они развалятся не стало много туда класть но говорят нельзя говорить слово ложить я так привыкла всю жизнь говорить слово а почему нельзя употреблять это слово класть так непривычно так вообще когда в своей тарелке я говорю мне такое слово ложить я слово класть потому что интеллигенция какая-то интеллигенция класть класть я хотел или ложить все таки я хотел зажить положить для классно класть вот что вопрос вы меня исправляете только вот вы нас в комментариях а так всю жизнь никто никогда не исправлял нигде в разговорах с людьми у тебя прям яркая такая вкус мяты такой прям все употребляют класть все мои знакомые все с кем я общалась раньше ой ну что хорошо грейпфрутик неплохо неплохо чаек попили неплохо вообще нормально полюбила я грейпфрут у нас с Пашкой он полюбил сок грейпфрута пить он берет половинку грейпфрута и выдавливает ее в стакан там правда немного получается сам так ну с таким удовольствием это выпивает ну сок свежевыжатый ты можешь сказать прикупила себя как он так надо в полный рост показать сейчас моде говорит вот такой цвет у меня есть штаны у меня есть куртка у меня еще одна куртка я себе набрала все в таком в коричневых тонах нравится модно модно я в инстаграм приходить нам иногда фотки выставляю ну что видим заканчиво сегодняшний трэш видосик то у нас коротенький трэш контент короткий ну да можно еще попить не я не хочу больше попить загущенку попить загущенку на пятику хочешь побить и удлинить ее удлинить ладно ну да я бы конечно что-нибудь удлинил ну ладно кстати ждете в азербайджанскую кухню я знаю там уже прям пишут прям в панике когда же мы ее приготовим я приготовлю когда же когда же ты ее приготовишь я там один писать нашла такой несложный так называть чехартмы что ли чехартмы кажется ты так на меня не смотри я то откуда знаю вообще чехартмы называется есть такой пишите может такой а с чем он и как он а там с корочкой оно несложное там что-то такое простенькое ладно будем заканчивать да вот у нас сегодня такой простенький мы хотели трэш а мне там пишут трэш 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 пишите 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 мы читаем читаем трэш Cruel ну что дорогие наши зрители И всем большое спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, дизлайки. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие наши, до новых встреч. Скоро увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok